Приветствую всех на моем канале! Подписывайтесь, кто еще не подписан, и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о выходе очередного видео. Я вам недавно показывала, как цветет моя орхидея фронтера. Здесь у нее два цветоноса, и что самое интересное, у нее было сначала вот на этом цветоносике 4 цветочка, и так было, знаете, достаточно долго, то есть больше месяца. А потом вот этот цветоносик, сначала здесь был такой маленький-маленький бутончик, вот как обычно заканчивается, знаете, цветонос, ну вот, да, вот как здесь вот, например, только здесь вот рядышком обломан, сбоку есть цветонос, а здесь вот просто на кончике был вот такой цветоносик. И смотрите, этот цветон пошел доращивать, видите, сколько этот цветонос, вот дорастил два бутона, и вот дальше растит третий бутон. Я в одном из видео это уже показывала, но чтобы показать, что это не просто совпадение, а действительно результаты того полива, которого я показываю, ну и как дополнение, как основа, конечно же, ухода, смотрите, следующая орхидея, красивая моя орхидея с желтой малиновой губой, которая также цветет уже больше месяца, но на этом цветоносе изначально раскрылось только получается три бутона. Да, цветы вот эти очень большие, они по размеру, они красивые, тоже орхидея больше месяца, как я сказала, свезет и также заканчивалось, вот, кстати, в каком-то даже видео это показывало, что вот здесь цветоносик, он заканчивался одним бутончиком таким маленьким и все, больше ничего. И смотрите, что я обнаружила совсем-совсем недавно, смотрите, как пошел дорастать вот этот цветонос, раз, два, три, четыре, четыре бутона в закладке я еще дополнительно на данный момент пока вижу, может быть, этих бутончиков там будет и намного больше, видите, и эта орхидея от такого ухода пошла доращивать также цветонос. Ну вот у меня стоит одна орхидея, которая вот-вот зацветет, это, кстати, орхидея Дикий Кот, и вот видите, у нее тоже, кстати, кустится вот еще один дополнительный, показываю, не видно. Вот видите, цветоносик тоже пошел куститься в сторону, вот сколько, и здесь, кстати, очень много бутонов. Это моя орхидея Тропикал Дрим, наконец-то расцветает моя любимая орхидейка, это орхидея восковая, почему любимая, мне очень нравится расцветка, и эта орхидея, она очень-очень долго цвести будет. Пока ее не разворачиваю, не особо удобно показываю, потому что я вам рассказывала, пока не расцветет последний бутон, орхидейку не трогаем, не переставляем, ничего не делаем. Вот когда последний бутончик там расцветет, тогда я ее разверну в сторону комнаты. И вот на цветоносе старом, видите, тоже пошел расти, вот еще один маленький цветоносик. И также, кто досмотрит, как всегда, до второй части это видео, на другом окошке покажу вам орхидею, которую мы вместе с вами на прошлой неделе буквально проливали подкормкой, проливали калием по вот этой схеме, про которую я много в этом году рассказываю, и вот вижу реальные результаты. И там приятный сюрприз, там вообще классный получился результат, обязательно вот во второй части досмотрите покажу. А пока расскажу, что же вот дает вот такой результат, что орхидеи прям доращивают бутоны. Я вам уже показывала, рассказывала, что применяю для цветения орхидеи препарат калия. Вот такой препарат я вам показывала, что применяю, 20 грамм, мне его намного хватило, здесь, наверное, осталось буквально на один полив, буду новый покупать. И, кстати, проводила в прошлом видео, когда показывала полив этим препаратом, опрос, какое средство калия вы применяете, видите результаты. И, кстати, больше 100 было ответов, что самое лучшее все-таки это именно вот этот препарат, поэтому решила, я ничего выдумывать не буду, куплю просто точно такой же препарат калия. И смотрите, как я рассказывала много раз, проливаемый препаратом этим только три раза. Первый раз, когда у орхидеи еще нет цветоноса. Второй раз мы проливаем, вот я как раз-то в прошлом видео вот этот второй полив показывала, когда цветоносик только-только появится. И вот ссылочку на то видео оставлю в описании под этим видео, посмотрите, там я делала второй полив. А третий раз мы поливаем орхидею, также ссылку на видео раз покажу, вот на этом примере показывала. Когда у орхидеи все бутончики налились и готовится буквально к распуску первый бутон, в этот момент надо словить и полить третий раз препаратом калия. Все, и мы забываем этот препарат, больше орхидеи мы калием не проливаем. То есть вот смотрите, из вот этого примера дикого кота, скоро буду, кстати, это показывать вам обязательно. Вот этот, где тут у меня первый цветоносик, бутончик, наверное, вот тот нальется, когда бутончик подрастет, и он будет готов к распуску. Тогда третий раз вот эту орхидею Дикий Кот я пролью. Ну, то же самое я делаю сейчас со всеми орхидеями, мне нравится в том плане, что доращиваются потом бутоны. Даже если орхидея сразу заложит их и не очень много, то все равно в перспективе бутонов будет достаточно. Кроме полива калием по этой схеме три раза. Что еще у моих орхидей в этом году нового по сравнению с прошлым? И вот те результаты, которые мне нравятся. Еще осенью я вам показывала, что на все свои орхидеи вот сверху проложила мох, для того, чтобы поднять влажность. Хотя они стоят вот на мокрых пяточках или над водой у меня. Все равно над батареей все быстро просыхает, воздух достаточно сухой, поэтому добавила мох. И я рассказывала как-то, что функцию муха, я считаю, просто недооценена для орхидей. Очень многие недооценивают, хотя пользы от него очень много. И самое интересное, что результаты есть. И те, кто повторяли, применяли, пишут потом в комментариях, что действительно сработало. Также ссылочку на видео, где рассказываю про мох и его применение, какие плюсы я получила, оставлю в описании под видео. Также, конечно, это мой полив про свой зимний, плюс облегченный ленивый полив я также рассказывала. Ссылочку оставлю. И досветка. Вот сейчас я сняла, так, снимала досветку, потому что мешает снимать видео. А так, вот смотрите, у меня на постоянке вот таким образом здесь стоит лампа. Видите, она за ручку крепится, очень классная, мне нравится. Она светит таким нежным, приятным цветом, который не раздражает глаза. Потому что вот эти красные, фиолетовые, ну, цвета я не приемлю в жилой комнате. Только такой нежно-нежно-розовый цвет. Вот видите, и вот так я включаю. Где-то орхидеи получается у меня 12 часов имеют светового дня. То есть это естественное освещение, плюс вот это даст светка. Так, опять же, выключаю, потому что мешает вот это съемке. Свет перебивает. Таким образом, все вот это вместе, оно, конечно, сказывается. И орхидейки доращивают бутончики. И растят вот такие веточки. Самое классное, конечно, когда расцветет вот этот дикий год у меня, если он также будет еще продолжать доращивать веточку. Видите, вот сколько здесь он в закладке сделал бутонов. А здесь, несмотря на то, что изначально я расстроилась, мне показалось, что будет мало бутонов. Но вот видите, вот такой сюрприз. Теперь орхидея доращивает этот цветонос. Ну и вот то же самое вот с этой фронтеркой. Я не думала, что когда уже прошло достаточно много времени, реально больше месяца получается, что орхидея может вот так дорастить бутоны. Видите, два бутончика уже распустятся, два еще будут дорастать. То есть, результаты очень-очень хорошие. Все это вместе сработало. И вот обещанный сюрприз, про который я говорила в начале видео, в прошлом видео, буквально, наверное, в позапрошлом, мы с вами поливали вот эту орхидею препаратом калия. Как раз то, что касается второго полива, в момент, когда только появился цветонос. Видите, вот с той стороны, какой уже цветоносик. Мы с вами полили вовремя. При появлении цветоноса второй раз будет еще третий полив. И калий, так как это средство, которое помогает орхидеи в цветении, помогает орхидеи закладывать цветоносы, бутоны, как я вам показала, доращивают цветоносы. Вот смотрите, вот орхидей, видите, был старенький цветоносик. И после полива калием, вот буквально в прошлый раз, смотрите, на старом цветоносике, вот, проснулась почка. Вот, вот, вот она. То есть орхидейка еще дополнительно будет цветоносик и здесь растить. На старом цветоносе и спящей почке. Причем, смотрите, проснулась не та почка, которая была выше, а вот эта почка проснулась. Как видите, препарат очень работает, и на цветение орхидейки очень хорошо. Я не скажу, что он стимулирует. Нет, этот препарат не стимулирует. Калий это препарат необходимой орхидеи. Это не стимулирующее средство. Это просто препарат, при недостатке которого у орхидеи есть проблемы с цветением. Проблема с тем, чтобы закладывать цветочные стрелки, и проблема с наращиванием бутонов. А когда калия у орхидеи достаточно, тогда она развивается хорошо, цветет, никаких проблем нет. Вы расскажите, какие у вас есть результаты от применения калия, вот именно тех, кто применяет его вместе со мной. Я впервые это опробовала в сентябре этого года, и вот постоянно про это рассказываю, потому что мне очень нравятся результаты. Поделитесь своими результатами, а всем, кому понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить очередное видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok